Село Иславское. Смертный бой здесь приняли красноармейцы в дни обороны Москвы. Утром 5 декабря 1941 года никто не спал. Готовилась решающая атака. Каждый из них понимал, что это решающий бой и, скорее всего, он будет стоить им жизни. Но отступать было некуда. Сдать Москву на тот момент означало сдать свою родину. И каждому из них нужно было собрать все свое мужество и собственной грудью закрыть Москву и отбросить врага. Фашисты почувствовали бесстрашие советских солдат. Гитлеровский план «Тайфун» провалился. Даже из писем немецких рядовых солдат становится понятно, что дух врага сломлен. Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносят страшные для нас вести. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков ознаменовали днем воинской славы. Ежегодно в деревнях Иславская и Дунино проходят митинги и реконструкции сражений. Сегодня мы собрались у братской могилы воинов, защищавших Звенигородское направление. Здесь лежат и жители села Иславского, и кавказцы, и сибиряки, и москвичи. Советские солдаты и офицеры, имен которых, к сожалению, мы уже никогда не узнаем. Но давайте поклонимся им. В память обо всех, кто защищал столицу 80 лет назад, алые гвоздики и минута молчания. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».